Пойду, говорит, домой, чайку попью, вечером опять берегу. Представляешь здесь? Они тут сидят с утра до вечера, бабулочки. Такое проживание прекрасное. Привет, мои любимые. Время уже 25 минут четвертого. И я подумала, привет, привет. Я снова залезла в душ, потому что жарко. Но сегодня в сто раз лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Где вилка? Лучше, чем вчера. Завтра. Ой, падает телефон мой. Делаю спагетти свои любимые. И сделала себе салат. Смотрите, какой я не знаю, класть туда помидор. Нет, с укропом. Запах укропа для меня это запах лета. Нашинковала всего. Капусты, редьки, чеснока, масло, соль. Запах стоит. Обалденные капусточки. И редьки, и укропа. И все смешивается просто божественно. Вот, не знаю, помидор туда класть или не класть. Мне не хочется. Честно, не хочется. Хочется вот такой светлый. Почему-то салат. Какие-то крупненько порезаны. Укроп я вообще рвала ручками. И не резала. Да, малышка? Как ты тут? Никак. Ну, и хорошо. Небо шикардосное. Все прекрасно. Детки гуляют. Бабушки сидят. Жизнь продолжается. И Ленин такой молодой. И что-то там октябрь впереди. Ира, как всегда. Не помню, что хотел рассказать. Вылетело из головы. Ну и класс. Пусть вообще-то все вылетит. Только в моменте сейчас. И здесь. Без всех этих... Как они называются? Безговорит все время загрязывается. Вот и свинка. Вот и свинка. С пакетики мои варятся. А, съела вчера сметану. Вечером нафигачила туда варенье свежесваренного из крыжовника. И у меня получился крыжовниковый йогурт. А сейчас хотела делать блинчики. Посмотрела. Два яйца есть. Но молока нет. Вот. А сейчас варю это. Я люблю со сметаной. Спагетти. С майонезом. С майонезом не очень. Но тоже иногда ем, когда сметаны нет. Ну, короче. Опять идти в магазин. Я только пришла. И в аптеку ходила за перекисью. У густи закончилась. Глазочки ей чистила. И перекись закончилась. Ну, я каждый день ей промываю глазки. Юлька, Хорите. И так далее. Вот. Пошла. Купила в аптеке. Пятьдесят. Сколько-то. И сколько-то копеек. А подруга мне говорит. Перекись купила? Я говорю, да. Она говорит, а как ты? Фикс-прайс ходила с Хоритой. Я говорю, так я в аптеку, не в фикс-прайс. Она говорит, ты чё? Там же дорого. Три раза. Или чё там? Реально сказала мне, что в фикс-прайсе перекись стоит 18 рублей. А в аптеке 56, что ли. Ну, где-то чек есть. И не важно. Вообще прикол. Почему? Там какая-то другая перепись, что ли. И такой же объём. И всё. Короче, не знаю. Сейчас попробую, что у меня тут нахимичилось. Реально запах редьки. Укропчика. Капусточки. И чесночка. Даже догоняет запах чесночка тоже. Вот такими я кусочками порезала. А репку её вообще можно так есть. Вот просто отрезаешь и ешь. И так интересно, мои любимые. Вот я во взрослом возрасте не помню вообще вкус репки этой. А сейчас, когда ем, у меня такое чувство, что у меня есть память и вкус. И мне обалденно нравится. И точно так же я чувствую, как моё тело, каждая клеточка реагирует именно на репку. Вот точно так же, как я вам рассказывала. Помните, что мне очень-очень-очень нравился гранат. Нравится. Всегда. Я когда ем гранат, у меня как будто каждая-каждая клеточка кайфует. И вот репу то же самое. Реально она мне так зашла. А что мы в прошлом году не сажали? В позапрошлом. И всегда. И могли же её всегда сажать. Очень-очень вкусно, реально. Бусь! Бусь! Ты репку любишь? Буся не знает, любит ли она репку. Всё, по-моему, готово. По-моему. Можно было бы, конечно, картошки сварить. Но что-то у меня на картошку вообще нет этого. Я, видно, её одно время столько ела картошку. Даже вот с детства, с молодости. У меня одно время был период. Я вам рассказывала, когда я занималась настольным теннисом. Я приходила домой. Вот после работы забегала домой, чтобы себе нажарить огромную сковороду картошки. Её поесть там с сестрой. И убегала на тренировки. Сестра иногда не ела. Иногда была в интернате. Вот. Я возвращалась потом с тренировки. Если там половину себе оставляла, огромной сковороды картошки, просто картошка, без ничего. Без лука, без чеснока, без морковки, без абсолютно, без ничего. Одна картошка на масле. Я приходила после тренировки эту вторую половину сковороды. Если оставляла, то доедала. Представляете? Вот. Это весь мой был. Этот самый вечерний какой-то. Мне кто-то говорит, а что вы только один раз в день едите? И так поздно завтракаете? И ещё что-то. Я всю жизнь так. Я с детства так. Я ем. Вот когда проголодалось сильно, я ем. До того предела, когда наемся. Всегда с детства могу оставить, если я не захотела и так извиниться. Перед едой. И в детстве так делала, правда. Вот. И когда я в детстве вот бутылку, вот эту стеклянную из-под кефира, она такая как голубая, или зелёно-голубая, бирюзовая смотришь, всегда смотрела на солнышко. Эту бутылочку, когда брала, шла на кухню, набирала. Воду и шла в туалет, например, там сделаю свои дела и подмываюсь с этой бутылочки. Бабушка всегда бегала, хваталась за голову. Говорит, кто тебе этому научил? Зачем? Вот пошла, помыла, иди мойся в ванну, например, или ещё что-то. Ну, почему я должна делать так, как ты, или как кто-то, если у меня своё есть, проживание, проявление и так далее. кто-то у нас там и, как они называли, газетами, типа, очищался и ещё что-то. Я помню, подруги, когда приходила в гости на 8 этаж, к Ирине, заходила домой и заходила к ней там, ну, например, в туалет или что-то и у неё спрашивала, есть у тебя бутылочка? Бутылочка, она говорит. Ну, зачем тебе? И заходила в туалет, и я помню, сильный-сильный запах в туалете, вот такой старой, иногда аж жёлтой, сухой газеты, и меня так, аж до этого подмывало. Ну, люди как будто бы так не слышали, потому что они приучены, в каких-то там этих жить программах или что-то в чём-то. Один сказали, что это норма, что это правильно, что это хорошо. И они как будто живут и не чувствуют. Вот точно так же, как я. Я сколько лет жила в Мариуполе? Штанове. 24 года. Потом улетела, жила в Ливане в 12 лет. И когда я вернулась, вот я правда задыхалась, я не могла в Мариуполе. Вот вообще не то, что там жить, а просто день на день приехать, на два на сколько-то. Там невозможно дышать. Когда проходил дождь, весь город вонял общественным туалетом. Вот я не шучу. Всегда запах этих выхлопных металлургических комбинатов. там завод Ильича, этот, Азовсталь, Мартен, еще что-то. Какая-то там фабрика. Я уже даже позабывала эти все названия этих заводов. И просто задыхалась. Понимаете? И когда мне бывший говорил, когда он только приехал в Мариуполь, и он мне всегда говорил, сейчас умру, как вы тут дышите, как вы тут живете. Я думаю, что за козлина, что издевается, вообще все нормально. Потому что я там родилась, я там жила, я не чувствовала, мне не с чем было сравнивать. А когда я 12 лет пожила в Ливане, и когда дышала там действительно кислородом, горным воздухом, морем и так далее. И там море не такое, как в Мариуполе, куда все эти комбинаты выкидывали всю эту гадость. И там из воды выходишь. Мы с подругой вот когда приехали в Мариуполь несколько лет назад, сколько, 10, может не помню, пошли на море, и там дети плескаются в этой грязной воде, везде это плавает, как ее называют, мазут. Они так все черные. И пофиг, смотрю, малой там стоит, что-то обтирает. А я сама тут выросла, понимаете, я сама тут плавала. Вообще этого всего не видела. А после Ливана реально задыхалась в этом Мариуполе вообще капец. Показала Ира свой завтрак и обеда, ужин. Чего я вспомнила, куда мне вечно уносить. всем мои любимые, кто скушает, приятного аппетита. Пусть вам идет во благо, на пользу вашего божественного сосуда. Очень-очень-очень люблю вас. Малявка там катается на самокате. Хурика сейчас увидела, мы с ней гуляли. Увидела мальчика с самокатом, как начала на него лаять. он ей говорит, ты че, мой самокат хочешь? А она лает, потому что он его так крутит, а она боится, думает, что он будет ее палкой. Ну, типа, защищает меня. Обалденный летний салатик. Вот правда, не надо никакого майонеза или масла или чего-то. Или чего-то все прекрасно. Сейчас скажу, эти спагетти вкусные. Крутило-крутило, они все упали. Ладно, пофиг. Просто супер. Люблю вас. Спасибо, что вы есть. За ваш отклик живой. За не отклик, за тишину и молчание. За все просто за то, что вы есть.